Я вас приветствую, ребята, жители Лазурно, а также отдыхающих. Мне не было долгое время, почти 10 дней. Снимаю его себе дома в комнате, сейчас не на улице, потому что только приехал. Буквально 10 дней я был на военных сборах. Это я впервые поехал со своим отцом. Это вкратце того, что почему же меня не было. Мне не было до этого времени, потому что была определенная программа, которая должен был пройти. В фейсбуке, конечно, там и в инстаграме был онлайн, можно было переписываться, но видеосъемку Лазурного, роликов о Лазурном, я не мог делать, потому что я не был Лазурным, по факту. Поэтому новость такая. В ближайшее время я постараюсь выпустить какое-то видео с морем. Может, Лазурный я покажу, какие-то там моменты для вас поснимаю. Сейчас, конечно, выборы проходят. Активно у нас изменения в Лазурном быстро появляются. Ну, то есть, как бы, вы знаете, да, в стране, если выборы идут, то обычно кандидаты пытаются что-то делать и показывать свою активность и потребительность. Ну, это так, если в политику уходить. Мне в руки попалось буквально месяц тому назад, но все никак не мог поговорить. Вот такая вот замечательная книга. Это история, книга краткая такая, небольшая. Прочитать ее каждый может. Для кого-то краткая версия, для кого-то очень большая версия для чтения. Это книга «История Лазурного». Называется она так. «Там, де море зі степами розмовляє». Книга про историю селища Лазурно Херсонской областью, Украина. Напечатана 2020 року. Кринскому проблемно читать для мене. Так что, извините. Эту книжку написали два человека. Владимир Бегун и Марина Тарасова. Такая замечательная книжка. Ее, естественно, приобрел. Это не подарили, потому что человек, который писал эту книгу, я точно не знаю, то ли три, то ли четыре, то ли пять лет, но очень долго. Все никак не мог напечатать эту книгу, потому что в наше время очень дорого напечатать книжку. Поэтому все волонтеры, скажем так, общественные деятели, может кто-то там из депутатов, я точно не знаю, забрасывались, кто сколько может на книжку. Я, конечно, не сильно много кинул денег, потому что, ну, опять же, бюджет у каждого разный. Но одну книжку мне подарили, ну, после того, как я закинул энную сумму денег. Вот, вы в Фейсбуке можете найти этого человека, Владимира Бегун. Это довольно такой интересный человек. Я когда-то с этим человеком снимал интервью для типичного в Лазурном Фейсбуке. Прямой эфир был, мы говорили о Лазурном, говорили об этой книжке до того момента, как она должна была напечататься. И я думал, что книжки этой не будет, потому что все так долго шло к этому. Честно говоря, я ее примерно знаю, о чем она. Он вкратце как-то рассказывал, но я ее еще не читал. Надеюсь, найду время и посчитаю, потому что мне интересно все, что связано с Лазурным. А для вас есть... Ну, для чего такая новость, да, такая информация? Если вы хотите, когда приедете в следующем году, какой-то сувенир очень интересный перевезти из Лазурного, я думаю, вот книжка эта была бы очень круто. Потому что как сувенир, как узнать историю курорта, который, я надеюсь, вы любите, потому что вы смотрите это видео, и вы уже заинтересуетесь очень активно Лазурным. Вот. Тут такое видео больше информационное, нежели какой-то вид Лазурного. Я, конечно, извиняюсь, что это не делаю на фоне какого-то вида нашего пляжа, моря, а делаю это в комнате, потому что, я же говорю, я только приехал, только возвращаюсь в цикл рабочий, завтра на работу и иду, и в ближайшие дни постараюсь выйти на море, поснимать для вас. И самому хочется прогуляться над берегом моря, потому что давно не гулял. Вот. И может даже покупаться. Очень жарко в Лазурном. В районе, когда был на военных сборах, было очень холодно почему-то. А вот в Лазурном у нас всегда тепло, и этот сетябрь вообще очень сильно теплый. Очень теплый. Поэтому большое желание пойти покупаться, еще позагорать, пока не стало холодно. И вы видите, да, я в шорты, в футболочки хожу. Вот. Вот такая вот история. Я надеюсь, это видео было вам интересно. Поставьте лайк, если несложно. Напишите комментарий. Чего вы в первую очередь хотели посмотреть? Может, вы хотите посмотреть, там, изменения какие-то основные у Лазурном, потому что уже в центре Лазурного есть вот такие предвыборные. Выборные, вот. Кстати, дорогу строят. Дорогу активно строят. Машина, я надеюсь, в ближайшее время моя сделается, заберу ее из ССТО. Вот. И постараюсь поехать, поснимать для вас дорогу, показать основную, такую важную дорогу, я считаю, для курортов Херсонской области. И самую такую, наверняка, дорогую. Это очень крутой проект, потому что соединяется несколько курортов, быстро будет перемещение отдыхающих между курортами. Это очень круто. Я уже наговорил на 6 минут. Ого. Ребята, резать видео даже не буду. Я вот так одним форматом закину, а вы уже там решите смотреть или не смотреть. Спасибо, что смотрите. Спасибо, что подписываетесь. Спасибо, что вы есть у меня. Понимаете, для меня... Это мой уже какой-то второй, то ли третий канал ютубовский. Для меня каждый зритель это часть моей такой небольшой семьи, потому что она растет, эта семья, которая смотрит меня и смотрит лазурно. В первую очередь лазурно, а потом уже меня. Потому что цель канала больше показывать лазурно, как оно меняется, к чему все идет. Мне важен каждый зритель, потому что вы даете понимать, что вам интересно, что вы хотите увидеть. И самое главное, большинство из вас комментирует. Это очень хорошо для ютуба. А если вам не сложно, вы... Может, не это видео, а другие видео о лазурном, когда я буду что-то снимать, там, острый, джералгазь. Прошу вас репостить, скидывать в Facebook, в какие-то соцсети и помогать рекламировать наш любимый край, потому что Херсонская область очень красивая. В ней куча локаций, куча красивых мест, где человек может отдохнуть и не нужно ехать за границу. И Лазурно в том числе. Это уникальное место, потому что здесь очень необычное место. Море, остров, лиман. Ну, все в одной локации. И от этого курорта можно куда угодно рядом поехать на остров, вернее, на Розовое озеро, на гейзеры. Ну, то есть, такие локации. Оскане ново. Недалеко все. Вы приехали, отдохнули здесь, еще поездили везде. Это очень круто. Так что подписывайтесь, пишите комментарии, ставьте лайк. Всегда рад вашей активности. И всегда читаю каждый ваш комментарий. И стараюсь отвечать тоже каждому. Так что хорошего вам настроения, хороших выходных, следующих. Эти уже заканчиваются, потому что вот сейчас я выкину видео, это все-таки уже конец недели, понедельник уже завтра. Вот, поэтому как бы желаю вам в следующих выходных хороших. И чтобы этот год был все-таки для вас тоже положительным, позитивным, таким. И вы в следующем году приехали отдыхать в Лазурное. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok